Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы в прямом эфире и тема нашего сегодняшнего разговора, мы, так сказать, двумя словами избрали такой вот надежный тыл. То есть, действительно, когда у нас надежный тыл, тогда, в общем-то, наш фронт, я думаю, будет справляться с теми боевыми задачами, которые стоятся перед ним. Наши гости — это Наталья Кручинина, активист волонтерского объединения «Набайдужий народ» и Артем Филипенко, руководитель Одесского филиала Национального института стратегических исследований Украины. Добрый вечер! — Добрый вечер! — Ну, давайте, наверное, так сказать, без долгих преамбул, сразу с того, что, так сказать, необходимо прежде всего сейчас, потому что после последних событий с Дебальцев вот эти очень жесткие, жестокие были бои, естественно, волонтеры, так сказать, должны закрыть те бреши, которые возникли, а их огромное множество сейчас. — Их возникло огромное множество. Дело в том, что очень много потеряли и потеряли машин, когда горит машина, горит все, все пожитки, да, без того не очень большие. Очень много ребят остались в том, в чем были форма, которая уже хорошо потрепанная либо обгоревшая, и основное внимание, конечно, туда. То есть сейчас две такие очень напряженные точки — это Дебальцево, вот те, кто вышел из Дебальцево, и станица Луганская. Вот, и туда, и туда мы стараемся отправлять вот все по потребностям ребятам, потому что первоочередные такие задачи — это теплая форма, теплая обувь. Дальше уже можно постепенно как бы работать в более спокойном режиме. Также есть постоянные задачи. У нас сейчас очень много ребят отправляется в зону, очень много, которые уже там находятся какое-то время, постоянно ведут, участвуют в боевых действиях, и точно так же грады не выбирают, не щадят ничего. Поэтому точно так же возникает... — Буквально с ног до головы, да, что называется? — Те, кто, во всяком случае, отправляются в зону АТО, как правило, это первоочередное. — У нас даже бывает такое, что ребята, которые после отпуска не могут добраться, там у них нету на билет, допустим, там в сектор М или еще куда-то, они рассказывают, что им, они звонят командиру и говорят, что вот на вокзале нам не дают бесплатных или там льготных каких-то билетов. И командир им говорит, идти к волонтерам. То есть у нас сейчас вот так, к сожалению. Поэтому волонтеры закрывают на самом деле сейчас по всей стране очень многие вопросы, начиная от элементарных бытовых нужд, заканчивая более глобальными, такими как винтовки и так далее и тому подобное. Поэтому поддержка людей нужна, очень важна. Сейчас у нас очередное перемирие, которого на самом деле мы видим по количеству погибших и раненых на самом деле, как обычно нету. Потребности сейчас даже, я бы сказала, возросли, потому что у нас есть активные места, где проходят активные боевые действия, и это очень много сгоревшего, да, имущества и так далее. Я попрошу, извините, я попрошу нашего режиссера, вот достаточно так часто показывайте, пожалуйста, титр. Вот он сейчас, вы видите на экране. Это вот адрес Канатная, 35, волонтерское объединение на Бойдуже народ, и два телефона, 709-26-22 и мобильный 067-480-4347. Вот спрашивайте Наталью, выходите на связь. Любая помощь годится, вплоть до просто, так сказать, лишняя пара рук никогда не помешает. Абсолютно никогда не помешает. Так что запишите, ну на протяжении эфира еще будет возможность записать эти номера телефонов. Канатная, 35, это, по-моему, бывший областной военкомат, да? Да, 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 это здание, 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 двора, да. Можно прийти и помочь плести сети, можно прийти, как бы помочь, когда мы собираемся в поездку, паковать коробочки и все остальное. То есть приходите, просто не будьте безразличны. Бабушки, которые имеют вязать, могут и балаклавы связать, и носочки. И балаклавы, и носочки, и рукавички у нас бабушки уже освоили, трехпальцевые для стрелков, поэтому... Да, и сейчас очень хорошо отзываются, особенно вот люди пенсионного возраста, они делают всевозможные зажарки, приправки, какие-то баночки с... Ну, сухие борщи, тоже там целый конвейер вообще работает на это дело. Да, поэтому в этом плане у нас, конечно, нас не победить с таким народом, правда. Иногда такие вещи вот наблюдаешь, что удивляешься. Спасибо огромное всем. Такая волонтерская, такое братство, даже не братство назвал бы, а вот семья какая-то, да? У нас возникла в стране семья. У нас люди перестали смотреть только вот так зашоренно на свои проблемы. И перестали уже даже... Хотя хотелось бы, знаете, лишний раз пнуть, извиняюсь за некорректное, так сказать, выражение, нашу государственную, так сказать, организованность, потому что пробуксовывает государство. Ну, понятно, вот только революция произошла, что-то устаканиваются, какие-то структуры, но государство у нас всегда, оно как-то немножко заторможено, так сказать, включается в многие вещи, поэтому, конечно, если бы не волонтеры, то войска бы уже давным-давно, наверное, стояли где-то в Праге, Будапеште. Ну, насчет Праги, Будапеште, не знаю как, но в Кадесе это точно, как бы. На это раз, с одной стороны, а с другой стороны. Ну, вот сколько бывает звонков, и Наташа тоже подтвердит, что... Ну, вот звонят, просто вот есть такое хорошее слово спасибо, да? То есть там другого, как бы, собственно говоря, и не надо. И просто честно и искренне, как бы, человек говорит, ну, если бы не волонтеры, ну, наверное, мы просто даже не удержали бы те позиции, которые мы удерживали. То есть это я говорю, это я говорю со слов, как бы, людей, которые там реально в зоне АТО, люди, которые воюют, люди, которые держат рубеж. Причем здесь же надо понимать еще следующее, что на самом деле туда идет эта одежда и форма, обмундирования, это только часть, потому что туда вообще идут и дизель-генераторы, ну, не знаю, там доходят до... Буржуйки туда. Бензопилы, буржуйки, извините, даже топоры отсылали туда. Вот как это не смешно, но вот, да, вроде бы такая простая элементарная вещь, но без нее, ну, просто нереально. Много запчастей на технику, зимние шины, то есть очень много, практически все. И да, Артем верно сказал, то есть люди говорят спасибо, если бы не волонтеры, волонтеры говорят люди спасибо, если бы не вы, то есть мы без людей ничего не стоим. Поэтому спасибо всем небезразличным, которые не остаются встать. Небойдужим, да. Небойдужим. Вообще, действительно, это парадоксальнейшая ситуация, и я вам скажу откровенно, когда начиналась вот эта вся заваруха, и мы понимали несоизмеримость вообще армии, которой просто-попросту нет в Украине, только одни эти коридорные наши, так сказать, паркетные генералы, и все, собственно, это вся армия, что у нас была. Не, ну, было несколько боеспособных частей, которые, собственно говоря, и начали, это первые приняли удар, как таковы. Ну, в Крыму прозявили, хотя там стояла какая-то бригада, и она могла спокойно этот Крым за две секунды освободить. Вот, и благодаря, действительно, тому, что народ сплотился, посмотрите, как быстро на ноги встала наша армия. Появилось вооружение, появились танки, начали рембазы организованные и так далее. То есть, действительно, если бы весь народ не всколыхнулся, не поднялся, то армия бы у нас просто не была. У нас очень много сейчас в плане армии, обеспечения армии производится в Украине. У нас, на самом деле, наши люди настолько молодцы, они настолько быстро осваивают вот эти вот недостающие категории, допустим, там форма. Нужна такая-то форма ткани. Не эффективен дубок. То есть, все посмотрели на примере тех же натовских каких-то камуфляжей, что дубок наш — это просто вчерашний день. Освоили быстро другие цвета, освоили быстро отшив, кикимора появилась, сети маскировочные плести, да запросто. То есть, на самом деле, настолько много вещей освоили люди самостоятельно. Причем, начиналось там берцы. Сейчас очень неплохие берцы делают, очень неплохую форму шьют, очень неплохие вещи производятся именно у нас в стране. Поэтому я так думаю, что... Это тоже белье, предметы быта. Да, да. Белье шьют, вот сейчас реально пользуются спросом просто. Ни одного плохого слова не было. Было дорого, тем более, как у нас растет доллар, да, все же привозное, все к этому привязано. Поэтому мы стали покупать флис, начали, освоили пошив термобелья из флиса, освоили пошив балаклав. Сейчас осваиваем пошив уже весенней формы. То есть, надеюсь, что зимнюю мы покупали, весеннюю мы уже будем шить сами. Это важно, кстати, еще и для ребят, которые на передовой, да? Они же, ну, наверняка, все тактильно в этой жизни. Они чувствуют прикосновение вот этих дубых рук вот ко всему тому, что на них находится. И для них это еще дважды броня, по-моему. И дважды мотивация для того, чтобы защищать этих людей, не пускать сюда врагов. Ну, с другой стороны, скажем, здесь необходимо понимать еще такой момент. Сейчас же четвертая волна мобилизации, да, и один из факторов, мы уже даже в этой студии говорили о том, что есть проблемы, конечно, с мобилизацией, но одна из проблем в том, что многие все знают о том, насколько плохо снабжение армии. Но, опять же, если волонтерство еще во многом, да, и вот помощь армии в первую очередь, она помогает и психологически, в том числе, скажем, в вопросах, должна помогать, во всяком случае, в вопросах мобилизации. Почему? Потому что солдат должен знать одно, что его не оставят один на один с его проблемами. То есть этот фактор очень и очень важен сегодня. Почему? Потому что, ну, увы, мы видим какие-то, порой, достаточно серьезные огрехи, там, не знаю, ошибки со стороны руководства. И просто даже, как бы, какие-то элементарные вещи там разъяснить, просто, просто, как бы, дать ответ на то, зачем эта война, да. Почему? Потому что, ну, те, кто там стоят на передовой, те, кто помогает, те знают, ради чего они делают. Для очень многих граждан Украины это тоже, скажем, там, есть вопрос, да, зачем, какова цель этой войны, зачем она ведется, да. Ну, поэтому здесь волонтеры должны, точнее, не должны, как бы, здесь волонтеры тоже могут оказать и очень серьезную помощь, чисто психологически. И ведь заметим, что волонтерство, это, скажем, не только сегодня, скажем, в Одессе, да, я знаю, что есть и по целому ряду районов Одесской области, особенно там, где есть призванные, и оттуда, и оттуда везут, и оттуда посылают посылки. Там Фонтанки группа, в Котовском ребята работают. В Белгороде-Диспровском, я знаю, что и в Татарбунарах есть, то есть не только во всем, да. То есть целый ряд этих самых, и, скажем, и Непойдуже народ точно так же взаимодействует с Видеопольскими. У нас даже Непойдуже, да, есть и в Сарате, и в Видеополе, так что, в принципе, здесь достаточно. Ну, если еще, Артем, я вот хотел вас попросить, все-таки, о волонтерстве понятно, вот, и я попрошу, давайте телефоны почаще, и, пожалуйста, запишите телефоны, подключайтесь к этой работе, потому что действительно буквально вещь идет, вопрос идет о часах, даже не о днях, о часах, того, что нужно собрать какие-то средства, нужно собрать вещи, потому что идет экипировка ребят, вот сейчас вот новая, так сказать, группа ребят отправляется на фронт, да и тех надо обеспечить, которые там, извиняюсь, голые боссы, сейчас там вышли из Дебальцева. Им надо срочно, вот, сейчас формируется, так сказать, очередной туда, так сказать, транспорт, так что, пожалуйста, запишите телефоны, еще раз вслух вам напомню, канат на 35, бывшего был военкомат, 709-26-22, 709-26-22, и Киевстаровский телефон 067-480-4347, 067-480-4347, пожалуйста, звоните, подключайтесь к этой работе. Вот о чем хотелось бы поговорить. Вот вы руководите Одесским филиалом нашего Национального института стратегических исследований, то есть помимо той работы конкретной, которую нужно каждый день делать, вот, руками, средствами, так сказать, своими какими-то деланиями, но кроме этого, естественно, вы занимаетесь и аналитикой. Вот я упомянул не случайно, вот у меня пронзила ваша сентябрьская там одна публикация, что вы писали в сегодняшнем дне, вы, наверное, как-то так вперед посмотрели, вы увидели, что может быть. Как можно, да, вот как вы расцениваете дальнейшее развитие событий? Потому что, судя по всему, что-то Европа говорит, но маловато все-таки, на мой взгляд, делает. Пока все на уровне ну-ну-ну, но не более того. Вот Америка вроде бы настроена больше помогать, наверное, оружием конкретно, но пока тоже дальше разговоров речь не идет. Стоит нам вообще надеяться рассчитывать на кого-то или только на себя? Ну, в первую очередь, только на себя. Ну, в принципе, опять же, знаешь, не только как бы директор филиала, в том числе и участник, ну, как волонтерского, да, в том числе и как волонтер, но действует расчет только на себя, это в первую очередь. Почему? Потому что мы вот как-то, да, Европа может помочь, Европа может где-то подставить плечо. Понятное дело, что Европа озабочена проблемами, скажем, там, в целом безопасности. Почему? Потому что вмешательство России, аннексия Крыма, фактически у европейского государства, да, аннексированная часть территории, чего не было с 1945 года. То есть система казалась незыблемой, система была международной гарантией, казалась незыблемой. Сегодня эта вся система разрушена полностью, ее надо выстраивать заново. Поэтому Европа, да, беспокоена, Европа взволнована, Европа применяет санкции, и надо отдать должное. Мы просто всегда хотим как бы некого такого чуда, вот что вот санкции применили, они тут же сразу же подействовали. Надо учесть, что эти санкции долговременного воздействия. То есть придет барин и рассудит, да? Барин не придет. Барин не придет, во-первых. Во-вторых, устойчивость нашего государства зависит, в первую очередь, от способности проведения реформ. Прошел год, сегодня, скажем, вот вчера было 18, сегодня 19 февраля, ровно год, 19 февраля, было одно из самых горячих дней на Майдане. 20 февраля, ну, как бы был решающий день. Прошел год со времени Майдана, многие задают вопрос, что изменилось. Почему? Потому что коррупция осталась, неэффективность государственной власти осталась. Извините, в той же Одесской области, и не только в Одесской области, не назначены главы районов, не назначены на ключевые должности. В некоторых областях нет губернаторов, то есть представителей облгосадминистрации. Элита до сих пор еще не, вот наша, то, что мы как бы там называем, да, политическая элита Украины, она сегодня неадекватна тем задачам, которые стоят перед государством. Мы можем выиграть только, если проведем радикальные реформы, если начнется очищение от коррупции, начнется борьба вот этого с реальностью, с воровством, потому что волонтеры сегодня закрывают собой, да, те проблемы, которые фактически решают проблемы государства. Решают проблемы государства, опять же, почему? Потому что разваливали 23 года, создали систему тотальной коррупции сверху донизу, создали систему тотального воровства. Если говорить о войне, ну, к сожалению, здесь я могу, там, скажем, можно говорить, там, оптимист, пессимист, да, в данном случае, скажем, я реалист. Да, почему? Потому что нужно понимать того, что это война надолго. В разных формах. Я не говорю, что обязательно вот оно будет в том виде, в котором оно было вот последние несколько дней. Она может существовать в том виде, скажем, меняться ситуация, она будет проходить в информационной сфере, в экономической, в энергетической. Она будет идти, это война, это война надолго. Почему? Потому что здесь две конкретно страны. Либо Украина, скажем так, капитулирует перед Россией, и примет ее все условия, там, слабая, федерализованная, развалившаяся на какие-то отдельные, там, все эти народные республики. Либо издите Украину, или Украина сохранится как цельное государство. Тогда в таком случае терпит поражение Россия и с соответствующими последствиями для России как таковой. Здесь другого выхода нет. Война — это надолго. Я говорю, я не хочу говорить, что она будет в военной фазе. Она будет идти по политической линии. Мы еще увидим в этом году и на местных выборах, и в каких-то информационных кампаниях мы увидим, что будут раскачивать ситуацию в Украине, будут раскачивать ее изнутри. Будут пытаться, там, не знаю, там, организовывать какие-то, там, не знаю, акции протеста. Реально использовать, скажем, те экономические и социальные трудности, которые у нас сегодня есть. Поэтому война сегодня ведется не только на фронте. Война во многом ведется и тут, здесь, в тылу, не только помощью волонтеров. Этот тыл должен быть гарантирован, что солдат должен знать, что он вернется, он защищен. Он должен знать, за что он воюет. Он воюет не за олигарху, он воюет не за коррумпированное чиновничество, он воюет за свою страну, за своих... За то, что его семья будет иметь все права, необходимые права, будет им обеспечена, будет гарантирована, там, и социальная защита, и многое-многое другое. Ясно. Ну, конечно, перспектива не очень, так сказать, такая радужная, потому что, ну, прежде всего, ну, то, что близко, так сказать, вот нам, работникам средств массовой информации, какая идет война информационная, это просто уму непостижимо. Потому что представить себе вот такое количество лжи, неправды, грязи, которая вываливается, а сегодня методы распространения информации очень простые. Сегодня можно, так сказать, опубликовать все, что ты хочешь, и разместить, так сказать, где хочешь. То есть очень много вбросов, много очень информации, которая направлена на то, чтобы вызывать в тылу панику, вот неверие вот в какие-то перспективы. И тут самое главное, наверное, чтобы вовремя включались те люди, носители, и действительно подлинной информации имели доступ к тому, чтобы таким же образом широко и громко публиковать действительно правду, которая существует. Потому что, ясное дело, никакую цензуру не введешь. Это, так сказать, сегодня интернет, это такое оружие, что, не знаю, может, неуместная такая шутка, помню, это из Жванецкого раннего, вот, навести порядок в проституции, это все равно, что сделать диспетчерскую для мух. Ну, да. То есть тут вот навести порядок в этих фейках, действительно, диспетчерскую не сделаешь. Поэтому здесь для крепости действительно умов и, так сказать, мыслей нашего духа тут нужно тоже ввести информационную войну в ответ. Ну, кстати, я, говорит, хочу сказать со своей стороны, что, да, информационную войну должно ввести государство, но у нас, опять же, эти функции выполняет волонтер. Наташа, говорит, подтвердится, потому что она постоянно на связи с ребятами, она постоянно получает информацию, то, что называется, из первых руки. Она знает порой, наверное, где-то в некоторых случаях, наверное, лучше, чем об этом сообщает средство массовой информации. Вчера, когда у нас была акция протеста, да, под штабом Южного командования, отзванивались оттуда ребята и просили уточнить, какая реальная ситуация там Дебальцева, как выводят, не выводят, вывели, в каком количестве, потому что в штабе, естественно, говорили, что уже 80% вывели, когда начали созваниваться с ребятами. У нас есть связь с ребятами, которые непосредственно выводят, занимаются вывозом, это моторизированная бригада, механизированная. Они на тот момент только 30, говорят, потому что вывозим маленькими частями, потому что как только больше колонна, начинают расстреливать сразу. Поэтому все это постоянно меняется, мы стараемся быть на связи с ребятами, стараемся узнавать адекватную, стараемся реагировать и делать то, что мы можем делать здесь. Не случайно, наверное, знаете, вот накануне собрались комбаты, и они объявили о том, что они делают какой-то не альтернативный, но какой-то объединенный штаб, чтобы вовремя доставлять главнокомандующему информацию непосредственно с фронта и каким-то образом, потому что, судя по их репликам, иногда действительно происходит путинец, они своевременно реагируют. У нас саботаж есть в очень многих. Будем смотреть правде в глаза. У нас есть чиновники, те же в том же военном округе, которые мечтают о приходе путинской России тайком, на руководящих должностях. Они есть. И, соответственно, они все еще там явно или скрыто принимают какие-то решения и делают какие-то вещи, за которыми идут не очень хорошие последствия. Поэтому пока не будет тотальной чистки этих рядов, пока не будет проведена какая-то... Я даже не представляю, какого масштаба это должна быть. Программа по работе с кадрами. Раньше были у нас замполиты и так далее, которые проводили беседы, которые выявляли таких людей как-то вовремя. Какие-то разведка как-то работала. В контрразведке работала и в Зеурове работала. Сейчас у нас, начиная от гаишника, который стоит на улице, и заканчивая генералом, который где-то там в генштабе, везде есть какие-то такие не очень хорошие моменты. Поэтому мы будем натыкаться на грабли очень долго. В лучшем случае выжидающие. Очень долго. Ну и повторяю, продолжая тему информационной. Почему я говорю, что волонтерство — это не только в прямом объединении волонтеров, потому что очень много информации идет как раз от них. Но и само информационное войно тоже у нас ведется на добровольной основе. Потому что различного рода объединения журналистов или компании типа СтопФейк, например. Мы вот недавно проводили несколько там, ну с участием нашего института, в том числе семинаров, там тренингов для журналистов, и для общественных деятелей, и для студентов, да, где мы там разъясняли, что такое информационная война, что такое сплетни, слухи и как им противостоять, как работать, как выявлять то, что называется там джинса заказной, как выявлять слухи. То есть это и многие вот такие вот объединения, которые сегодня развенчивают ложь российской пропаганды, они тоже работают на добровольной основе. И работают на добровольной, это выполняют общественные организации. Этим должно заниматься государство. Оно этим практически не занимается. И работать с населением тоже не занимается. Ну в качестве примера пару недель назад, буквально, когда началась выдача биометрических паспортов, да, там оформление вис и прочее, Генштаб, наш Министерство обороны, по-моему, какое-то из подразделений, публикуют информацию о том, что теперь для получения загранпаспорта надо обязательно пойти в военкомат, взять справку и потом это сам. И для того, чтобы получить визу, пересечь границу, тоже нужна справка. Пограничники тут же выступают, там, через пару часов, ничего подобного, мы не требуем никаких справок. Люди пересекают границу, если у них на то есть основание, виза и так далее. Служба АВИР тоже говорит, нет, ну мы оформляем паспорта, человек должен прийти только с кодом и паспортом со своим. Все, а дальше мы фоткаем, там, снимаем отпечатки пальцев, не надо никаких справок. Проходит сутки, на следующий день опять Министерство обороны публикует этот материал, обновленный, что это надо. Потом те говорят, не надо. И вот это вот раскачивание, так сказать, вот этой лодки тоже, ну, в общем-то, это происходит изнутри, внутри нашего государства. Ну и порождает, соответственно. И много недовольных людей, которые собирались куда-нибудь на какие-нибудь лыжи и не смогли выехать из-за вот этой справки, да? Поэтому, опять же, то, что мы говорим, несогласованность действий разных министерств, ведомств и многое другое. Ну, кстати, по целому ряду параметров, не знаю, волонтеры иногда бывают у нас лучше скоординированы, чем наши государственные структуры. Потому что, если бы не было этой координации, ну, реально, там, вот, там, кидает клич, там, надо помочь какой-то воинской части. Ну, представьте себе, там, все дружно начинают, все ресурсы туда, в то время, как есть какие-то подразделения, в которых вообще не поступает помощь. Туда иногда просто, ну, физически даже нереально довезти. Не, ну, были, кстати, публиковались примеры, когда сами ребята на передовой, вот, там, в одном подразделении, так сказать, нормальным все завезли и так далее, а их соседи рядом, там, у них ничего. И эти ребята делятся, там, со своими. Очень делятся между собой, делятся с местными жителями. Есть местные жители, которые оказались, пенсии не выплачиваются, да, там, потому что, или там средств уже нету особых к существованию, и в таких затруднительном положении. Наши ребята просят памперсы для детей, просят, там, питание детское, допустим, в те регионы, где такая вот постоянно горячая обстановка. Мы это все довозим, они продуктами помогают, поэтому они не смотрят только вот на свои потребности. У нас каратели очень-очень лояльны к населению, да. А как, кстати, население, вот, все-таки поменялись настроения людей? Потому что мы помним самое начало, когда, в общем-то, останавливали танки наших пограничников, там, и... О населении была одна поездка, которая очень запомнилась, очень показательная граница между нашей и уже спорной территорией, ну, территорией, занимаемой ополченцами. Заблудилась наша машина, и идет дедушка, его спрашивают, где мы находимся, подскажите, как доехать. И он говорит, ваши там стоят. То есть, очень по-разному бывает. Очень по-разному. Бывают люди, которые разговаривают на чистом украинском языке, и говорят, мы не понимаем, что происходит, а бывают, конечно, очень разные люди. Были в Артемовске, остановились, как говорится, в машине перекусить, подошел человек, просто достал 200 гривен, сказал, возьмите. Все, говорит. А кто-то смотрит волком, как говорится, на нас. То есть, люди разные, по-разному бывают. Есть те, кто... На звонок есть, давайте мы послушаем, пожалуйста, говорите вы в эфире. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер, уважаемый. Добрый вечер. Это у меня вот такой вот, на первый взгляд, может, странный вопрос. Ну, вот, все эти военные действия почему-то происходят на Донбассе, а не в Западной Украине. Как вам кажется, кто кому поехал наводить порядки? Хорошая постоволка вопрос. Хорошо, я понял. Кстати, теперь за счет Шарлика. Вам вчера принесли, Александр, а мне, мы еще должны. Вы имеете в виду из театра музыкальной комедии? Да, вы знаете, что я имею в виду. Да, спасибо вам, спасибо. Итак, как вы прокомментируете? Ну, тут комментарий простой. Донбасс — это территория Украины. То есть вопрос состоит в том, что возникло сепаратистское движение. Движение, направленное на свержение и отторжение части территории. Мы знаем, что был так называемый псевдореферендум под дулами автоматов, на котором были созданы так называемые республики. Украинские войска наводят там конституционный порядок. Проводится антитеррористическая операция. Поэтому Западная Украина, извините, не отделялась. И не было поползновения на отделение. В данном случае речь идет о тех территориях, которые пошли по этому пути. В основном такие вопросы задают люди, у которых не было своей страны. То есть которые родились в Советском Союзе. То есть у них своей страны не было. У многих из нас уже есть своя страна. Мы бы хотели передать своим детям страну, не часть чьей-то территории с каким-то дядей непонятным во главе. Мы бы хотели сохранить и передать своим детям целостную свою страну. За это мы готовы бороться. Если у кого-то есть другое мнение, если кто-то очень хочет видеть Россию, пожалуйста, чемодан, вокзал, мы можем даже организовать сбор средств на билет на территорию соседнего государства. Я думаю, что такое волонтерское движение тоже будет иметь очень большую поддержку. Я предлагаю, наше время подошло к концу. На вот этой решительной реплике Натальи мы давайте закруглять наш эфир, заканчивать. А еще раз давайте напомню вам номера телефонов. Это волонтерское объединение на Байдужий народ находится на улице Канатной, 35, телефоны 709-26-22 и 067-480-4347. Ваша помощь и все, чем можете помогать ребятам-волонтерам, это все будет оценено и это все принимается. Ну и Наталью вы можете найти в Фейсбуке. Наталья Крученина, она там самые последние свежие новости выкладывает. Я даже боялся, что опоздает на эфир. У нее там свежие-свежие посты пошли, думаю, она сидит за компьютером, надо уже звонить, вызывать на эфир. Ну успели, приехали, спасибо. Ребят, ну что ж, плодотворной вам работы, здоровья, выдержки. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.